всем привет это подкаст под парашютом сегодня мы продолжаем разговор о детях с расстройством аутического спектра и конкретнее о подготовке таких деток к школе к школьному длительному периоду ну и конечно затронем тему родителей этих деток и сегодня мы об этом продолжаем говорить уже с новой компании и в этой компании вернее в новой компании с уже знакомыми лицами но по другим темам по другой теме ольга николаевна голанина знакомьтесь клинический кризисный психолог супервизор нет это я вам должна сказать очень круто педагог психолог мы бау сош 41 русским языком говоря школа номер 41 преподаватель кафедры педагогической психологии казанского федерального университета и по правую руку от меня вероника викторовна васина с которой наши зрители знакомы кандидат психологических наук доцент кафедры психологии и педагогики специального образования казанского федерального университета мы имеем дело сегодня с зубрами педагогической психологии клинической психологии и все это представители казанского университета точнее института психологии и образования казанского федерального университета чему я невероятно рада каждый раз когда я слушаю вас мне гордость берет за наш университет здравствуйте сразу хочется добавить у нас есть лаборатория для комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра, членом которой я являюсь, и для детского сада университета для детей с расстройством аутистического спектра у нас есть ПМПК, то есть внутреннее психолого-медико-педагогический консилиум, опять-таки, членом которого я являюсь. Поэтому сегодня очень такой содержательный будет разговор про переход из детского сада в школу, где являются представителем. А я как раз хотела бы добавить МВУ СОЖ-41, это не просто школа, это школа КФУ, это те детки, которые ходили в детский сад КФУ, теперь они пришли в школу СОЖ-41 в первый класс, и поэтому... Это наш первый выпуск, потому что в двадцатом году открылся детский сад, вот 3-4 года мы этих детей готовили, и вот в этом году с 1 сентября 5 человек мы передали в заботливые руки школы, пока они там находятся на территории, я так понимаю, коррекционного, ресурсного класса, но пока мы тоже предполагаем, что только первую четверть, а потом, скорее всего, кого-то из них мы будем передавать в обычные общеобразовательные классы, и они у нас пойдут учиться с обычными детьми. Ну да, получается, что мы как бы и затрагиваем такую тему преемственности, то есть и насколько важно готовить детей к поступлению в школу в обычную. Школа 41 – это обычная школа. И каким образом организовать этот процесс, чтобы он был очень благоприятный как для детей, так же для родителей и для педагогов и других детей общеобразовательной школы. Вот этот последний пункт про норматипических детей. Готовят ли этих детей к тому, что с ними в ресурсном классе рядом будут ненорматипичные дети? Давайте тогда вопрос. Ресурсный класс – это те детки, которые именно с расстройством аутистического спектра. Но постепенно, когда они будут овладевать навыками социальной коммуникации, да, и возможностью справляться со своей учебной нагрузкой, они постепенно будут входить в общий образовательный класс. В обычный класс. В обычный класс. А, то есть он поучился, переходит. Переходит. Он может. Поучился, переходит. В обычный класс. Один раз, собственность, переходит. Нет, я имею в виду, один ребёнок. Петя поучился – переходит. Вася адаптировался – переходит. Но если у него возникают какие-то трудности, он всегда может пойти в ресурсный класс, комфортные для себя условия, и получить новый навык социальной коммуникации или научиться приобрести навык преодоления трудностей, который бы он в общей массе детей с нормотипичными не мог справиться. Вопрос-то не в этом. А надо ли готовить обычных детей, что к ним придёт ребёнок с расстройством от психического спектра? Важно готовить. То есть, например, есть некоторые различные программы, когда мы готовим детей, объясняем детям, какие мы разные, и каждый из нас обладает определёнными плюсами, минусами, чем мы можем собой гордиться, выстраивать коммуникации. Сначала организуем свободное пространство. В свободном пространстве эти дети могут играть. А что значит свободное пространство? В свободном пространстве это перемена. Это уроки, например, музыки, уроки физкультуры, это уроки классные часы и праздники. И когда мы готовим детей, как взаимодействовать с друг другом. И нормотипичным, и ребёнком с рас. И заранее знакомым, наверное, с некоторыми детьми. То есть мы говорим, что сейчас он ещё с вами не учится, а через какое-то время, то есть они уже знакомы, они уже вместе играли, они уже вместе как-то так взаимодействовали, взаимодействовали пока ещё, даже если не коммуницировали. Но потом вот через какое-то время будут вместе учиться. И главное дело видели друг друга, потому что в 41-й школе это кабинеты находятся рядом. Первый класс и класс ресурсный. Они рядом, они друг друга видят. Они в коридоре встречаются, они встречаются в столовой. Мы деткам объясняем. Они вместе в коридоре начинают взаимодействовать друг на друга. Или, например, вот недавно был такой случай, когда мы всё-таки работаем с нежелательным поведением, чтобы важно было понимать, что ребёнок с рас часто проявляет это нежелательное поведение. И вдруг мы его обучили, и он знает, что бегать нельзя, кричать нельзя, и он видит, а почему ему можно? Он задаёт вопрос. Значит, важно обучать и других детей этим же навыкам, обычных. То есть как это пространство организовать во время перемены, чтобы дети не бегали, а были заинтересованы в коммуникации. Поэтому мы создаём вот это вот свободное пространство, организуем время проведения той же перемены, где они могут друг друга познакомиться, друг с другом познакомиться, и, например, поиграть в какую-то игру. Конечно, организуют её сначала взрослой. И такие же мероприятия, конечно, следовательно, проводить и с родителями. Есть же такая больная тема, когда родители не готовы к тому, что их нормотипические дети будут учиться рядом с детьми особенными, и у них часто возникают какие-то возмущения по этому поводу и так далее. Ну, самая сложная категория – это родители здоровых детей. Именно они больше всего говорят о том, что мы хотим, чтобы нашим детям здоровым выделялось время, чтобы наши были отличники, золотые медалисты. А якобы уходит слишком много времени на особенных деток. Но с этим тоже работаем, и поэтому мы даже начинаем с детского сада. Мы специально проводим курсы для родителей, как взаимодействовать и со своим ребёнком, как взаимодействовать с родителями и здоровых, и больных, в данном случае детей ненормотипичных. Покрывает ли один на город специализированный детский сад? Потребность в детях не покрывает? У нас очень много детских садов в разных группах и с интеллектуальными нарушениями в группе, может быть, и в логопедической группе, то есть с нарушением речи. То есть он не единственный садик. Могут быть дети там, где есть, да, с расстройством аутистического спектра. И уходят они в разные школы, и рядом с домом в обычные некоррекционные, нересурсные классы. То есть варианты различные существуют. Это всё зависит от того, какой вариант у ребёнка. То есть насколько ребёнок по решению ПМПК может обучаться в общеобразовательной классе. И там прописывается ресурсный класс или класс общеобразовательный с тьютором. Чем раньше выявляется проблема, тем более грамотно подходят специалисты к этому вопросу, тем можно более качественно подготовить ребёнка к среде. Понимаете, вот о чём говорят. Многие ведь родители задумываются об этом только тогда, когда надо пойти в школу. Я так хочу сказать, потому что у нас в этот раз был ребёнок, мама привела шестилетнего мальчика и спрашивает, вы возьмёте его в школу дошколят, в обычную общеобразовательную школу он хочет идти, неговорящего. И оказывается, к шести годам мама даже не знала, что у этого ребёнка, ну вот по нашим предположениям, может быть расстройство аутистического спектра. То есть ей казалось, что он её слышит, он её понимает, он там где-то головой ей кивает, он вроде выполняет какие-то её инструкции, он сам ни о чём не просит, он не вербализует, и для неё это было хорошо и спокойно. Удобно же. Да, нашли какой-то контент между собой, он не кричит, он не взрывается. Ей казалось, это нормально, и она об этом задумалась реально к шести годам, когда в школу дошколят надо идти, и она поняла, что, ну я говорю, а в детском саду было? Она говорит, ну я же не видела ни разу, как он был в детском саду. То есть как он там сидел в уголочке, не сидел в уголочке. Даже воспитатели ни разу не говорили о том, что какое-то вот нестандартное поведение у ребёнка. Ну, может быть, и говорили, но дойти до уровня расстройства аутистического спектра к шести годам у неё не получилось. Многие родители даже не то что не задумываются, они даже не обращают внимания, что мой ребёнок какой-то не такой, что у него есть какие-то изменения. Один на один дома, он удобный, он комфортный, она просто не видит его в социуме, поэтому надо обязательно кружки, секции, детский сад, ну вот такие школы дошколят, в которых она вдруг увидит, что он не может с другими общаться. Ребёнка начинает как можно в определённом возрасте социализировать. Не зря раньше детские сады, там в три года мы в детский сад, и первые социальные группы, и мы там видим определённые, ну, те вещи, которые у ребёнка не сформированы. И в детском саду специалисты работают уже с этой как раз проблемной зоной, да, и обучают ребёнка определённым навыкам. Те детки, которые у нас сейчас учатся, пришли в первый класс, они пришли мотивированные, и родители мотивированные, и пришли мотивированные дети. И мы проводим беседы с родителями такие интересные, какие жизненные компетенции у ребёнка уже сформированы на сегодняшний момент, как он адаптировался, с каким настроением он ходит, как в семье к этому относятся. И родители отмечают, что деткам нравится ходить в школу. То есть они прирастают, у них вот такая как бы роль ученика, то, что ребёнок ходит в школу. Даже не всё получается. Есть трудности, но деткам нравится, комфортно. Они приходят с хорошим настроением, и я вот... Это беззадача. И уйти с хорошим. И уходят с хорошим настроением. И родители такие тоже с хорошим настроением. Когда мы вчера спрашивали, а какие у вас есть пожелания для школы? Они говорят, мы пока ещё даже не знаем. Вроде бы все наши пожелания выполняются. То есть мы ожидали... Это самое удивительное, что ведь не обязательно это вербальные дети. Их же можно вывести на альтернативную коммуникацию, чтобы они могли хотя бы да-нет, либо с карточками, или как-то. Они же могут выражать свои просьбы сейчас современных, очень много гаджетов. Вы им телефоны тоже разрешаете? У них есть какая-то ещё... У наших деток пока нету потребностей в телефонов, но у нас есть один мальчик, который не вербализует свою речь, он использует жесты, пытается сказать какие-то фразы, как сказать, звуки, слова. То есть мы ему сейчас помогаем. То есть он использует карточки, то есть может показать карточку и показывать, что конкретно ему надо. То есть мы сейчас будем работать с дефектологом и логопедом более усиленно, да. Но самое удивительное, что детки, так как они вместе ходили в детский сад, они коммуницируют между собой. Они обращаются определенными жестами, показывая, что я хочу с тобой играть. И то есть они в зоне, сенсорной зоне, где не могут снять психоэмоциональное напряжение, они вместе вчетвером на мячике вот недавно прыгали, и потом один говорит, я вас так всех люблю. То есть вот это как раз тот результат, который важно. Теперь в эту зону мы, конечно же, будем уже выстраивать взаимодействие и нормотипичность детей, чтобы они тоже вместе начинали играть. То есть интерес у других детей возникает. А что же там происходит? А как там ребята себя чувствуют? А что это за детки? То есть они проявляют такой интерес, заинтересованность. Ну, а, кстати, вот про родителей, когда вы спрашивали, в 41-й школе было родительское собрание в сентябре месяце. И мы родителям рассказали, что в нашей школе есть комфортная среда для детей с раз. Они говорят, а что это такое? То есть мы им объяснили на общем родительском собрании, кто был заинтересован. Тот спустился и посмотрел, какие условия. И они говорят... Мы тоже хотим. Нет, ведь это же сделали в начальном блоке. Ремонт создали условия. Они говорят, как красиво стало. И в наших классах тоже произошли изменения. То есть эти условия создаются не только для детей раз, но и для других детей, чтобы они тоже могли комфортно себя ощущать в школе, чтобы это была среда безопасная и была среда такая вот познавательная. Но самое главное, в детском саду мы тоже их глотываем даже не к тому, чтобы уже сразу читать, писать, считать, а вот этому самоконтролю, умению себя собрать. Потому что они очень любят в своем каком-то порядке жить. Мы их приучаем к общему режиму, порядку, что можно, что нельзя. И оказывается, они тоже вот это неплохо берут. В том числе вот у нас было айкидо для аутистов. И оказывается, что иногда аутисты, здесь вот расстройство аутистического спектра, скажем, то есть неглубокий аутизм, они плохо выполняют саму команду, саму инструкцию. Они стараются ее не слышать, стараются ее игнорировать, даже если слышат, делают там что-то свое. Оказывается, через спорт их тоже можно прививать, приводить к тому, что есть определенные инструкции, есть определенный порядок, есть последовательность действий, есть алгоритм, который потом можно перенести в учебную деятельность, и к которому вот они могут привыкнуть заранее. Хочу похвалиться, у нас есть у детей физкультура, они с таким удовольствием на этом предмете занимаются, так полюбили преподавателя. То есть он очень грамотно выстроил работу, то есть два раза в неделю он с ними занимается. Если первый раз они не могли, у них была такая вот, он с ними говорит, они не могут никак на него посмотреть, то сейчас уже, вот сейчас, это самый любимый предмет, и они следят за командой. Концентрация внимания. А очень четкие инструкции, вот как раз... Они любят. Очень четкие инструкции. А еще такой, знаете, важный момент, они очень любят взаимодействовать с мужчинами. А тем более, посмотрите, у нас очень много мальчиков с расстройством аутистического спектра, и не всегда эти семьи благополучные, потому что иногда в семье родители, кто-то один из родителей не принимает диагноз, иногда семьи распадаются. И вот когда есть такой вот тренер, учитель физкультуры, который мужчина, мужчины, образ мужчин, то детям очень нравится выполнять вот эти вот инструкции команды, они с таким большим азартом, интересом. А когда у нас физкультура, вот у нас... А когда у нас в следующий раз физкультура? А для них важно расписание. И когда мы это говорим, это их стимулирует. И мы говорим, вот сегодня у нас такие занятия, а завтра у вас будет физкультура, и, о, здорово, значит, завтра еще лучше будет день. То есть дети-то у нас как бы разговаривают, говорят, да, вербализируют, и очень хорошие некоторые предложения складывают. Такая... Высокофункциональная. Да, ребенок, дети. Опять же вопрос о том, чем раньше родители заметили проблему, тем они качественно это делают системно. Вот у нас как раз, и мы говорим, КФО, садик и школа это системная, комплексная работа. Я хотела еще про одного ребенка рассказать, которому пришлось иметь два комплекта учебников. То есть он пришел с одним своим портфелем, с одним комплектом тетради, учебников, а не вот про порядок. Он разложил себе, что вот тут должен лежать так учебник, рядом тетрадочка, рядом карандаш, рядом стерка, рядом еще что-то. И учитель подходит, то есть когда в обычной еще этой школе было, не наш этот ресурсный класс, открыли все учебники, значит, там все открывают учебник, она подходит к нему, берет его учебник, открывает, что вот здесь я буду читать. И начинается дикий крик, дикий виск. Она тогда не могла понять, что это закрыли, положили, все, виск прекратился. Там нужно открыть тетрадь, надо начать писать, открывают его тетрадь, опять вот на всю школу дикий виск, там сбегались все, сбегались директора, завучи, из других классов дети прибегали, посмотреть, потому что это как сирена, звук такой звучал. До тех пор, пока вот мы не дошли до этого варианта, что из его портфеля ничего трогать не надо. Потом пришел, он себе разложил в этом порядке, пускай вот так оно весь урок и лежит. И даже не весь урок, а весь день. Просто есть другой учебник, который можно открывать, есть другая тетрадь, которую можно писать, ее можно потом убрать, но вот этот его порядок просто не надо нарушать. Всегда возникает такой вопрос, а как же, дайте алгоритм работы с детьми аутистического спектра, вот именно индивидуальность, подход, найти это, изюминку, да. Потому что тоже первый класс, ну, правда, выяснилось это уже почти к апрелю месяца, когда просто было какое-то открытое занятие, сзади сидели присутствующие посмотреть это занятие, и около занавески, около первой парты стоял один мальчик, который прям поножевал эту занавеску, не жалюзи, а вот мягкая эта тряпочка. И учитель на него не обращала весь урок внимания, не делала ему замечания, не сажала его обратно за стол, хотя там у него рядом это его место было, что называется, да. Вот. И был еще в этом же классе один, вот, что называется, шило в одном месте с расстройством... Гиперактивный, да, такой ребенок. Внимание, нарушенное внимание с гиперактивностью, на него вот все внимание всего этого класса было, и ему вот эти замечания, его каждый раз сажали куда-то на место. Но когда этот открытый урок закончился, мы говорим, ну а как же тот? Она говорит, вот это расстройство аутистического спектра, и его, пожалуйста, не трогайте. Мы с ним договорились, я его не отрываю от этой занавески, что называется, и как раз вот нет этого тоже дикого крика, потому что он мало пишет, но он очень хорошо делает то, что тестовые задания идут, да, то есть из дома приносят заполненные все тетрадки, то есть один на один с мамой, видимо, очень хорошо. Здесь он все слышит, даже если пожевывает эту занавеску, он все понимает, просто не надо его заставлять усаживаться вот за этот стол, да, к этому столу. А вот тот, который с СДВГ, его говорят, пожалуйста, куда-нибудь уберите, в любой другой класс, в любую другую школу, потому что с ним, говорит, я не справляюсь. А у него не расстройство аутистического спектра, а именно расстройство внимания и гиперактивность. Ну вот когда агрессия, опять же, проявляется у детей, да, у меня просто был такой случай, провожу занятия в группе, там дети с разными нарушениями, не только дети с расстройством аутистического спектра, с другими ментальными нарушениями, и есть норматипичные дети, то есть важно выстраивать такие занятия. И вот ребенок с... не с аутистическим спектром, а такой гиперактивный, достаточно ребенок, но избалованный, да, педагогический, мы говорим, запущенный ребенок. И вот родители, значит, его привели, и он... вдруг он кричит просто-напросто, ничего не хочет делать, вот у него там... что-то мама не выполнила его, какое-то желание, да, и вот он кричит. И я увидела следующее. Он кричал, кричал, ребенок с аутистическим спектром, смотрел, смотрел на него, сначала не реагировал на него, потом отреагировал на него, смотрит пристальным взглядом, взглядом, а я увидел первый раз, посмотрел в чужие глаза. О, здорово! И он ему говорит, а ты чего кричишь? А ты чего маме покажешь? Тут так посмотрел, успокоился, сел и начал делать. Я вот про взаимодействие, да, вот. И когда вот проявляется агрессия у детей, важно понять, а почему эта агрессия проявляется, да, причинно-следственная связь. Не может просто так она на пустом месте, да, проявляться. Важно научить, опять же, и норматипичных, и педагогов грамотно реагировать на это проявление агрессии. И вот когда же, вот сейчас Вероника Викторовна говорила, потому что этот, вроде бы я с ним нашла общий язык, а вот я с этим не могу. Важно учитывать, а готов ли педагог взаимодействовать с этими детьми, у которых есть определенные нарушения. И важно выстроить работу подготовки специалиста, проводить грамотную работу, чтобы он понимал, какие же детки-то к нему вообще придут. Можно я тогда еще про педагога про удивительную историю тоже одну. Это уже был даже третий класс, когда тоже сзади мы как-то так сидели, то есть мы разные классы смотрим. И рядом с одной девочкой в классе, в классе было всего 8 человек, то есть, видимо, тоже, типа, ресурсного такое что-то, да, то есть, видимо, разные сложные были детки, с разными диагнозами, не скажу, что здесь были только расстройства аутистического спектра, а рядом с ней лежала пачка обороток бумаги. То есть есть тетрадки, ручки, все такое. И вот эта пачка вот этих вот обороток, которые уже старые приказы какие-то из школы, какие-то еще там, просто вот листочки, с одной стороны белые, с другой. То есть, оказывается, у этой девочки, особенно на первом этапе, когда она в первый класс пришла, ее внутренней собранности хватало ровно на 5-7 минут. Потом она вскакивала, она бегала по классу, она мешала другим. Пока ее усадят, пока опять начнет урок, урок закончился. И вот они увидели, что, оказывается, она вот может какой-то листок бумаги, она там рвет, мнет, да, и там куда-то разбрасывала сначала, на первом-то этапе. Они ей дали эту возможность, дали эту пачку бумаги. Сначала, правда, по классу все было далеко, потом они рядом повесили черный пакет. То есть она, правда, хватает этот листок бумаги, она, правда, с ним что-то такое делает. Вдруг понимает, что, во-первых, тут гости, уже третий класс, то есть она уже третий год что-то такое с этой бумагой, оказывается, делает. И она сама спокойно опускает это в черный пакет. И они говорят, что теперь, говорят, мы рады, что нам ее хватает минут на 20. Мы растянули вот эти промежутки ее продуктивной деятельности. Педагогические приемы. Находки такие удивительные. И, опять же, посмотрите, это же ее обучили навыкам и снятия психоэмоционального напряжения, и навыкам саморегуляции. И свою третку она уже не рвет. Да, и организация рабочего места, и пространства, и времени, присутствия в классе. То есть это качество улучшается, и дети, и другие перестают тоже на нее обращать внимание. То есть важно, чтобы в нашей среде понимали, что мы все, мы готовимся к этому, что таких детей становится больше. Это факт. Мы все разные. И это важно принять. И важно научиться реагировать по-доброму, реагировать, научиться реагировать. То есть работу, конечно, важно проводить со средой большую, чтобы мы готовы были понимать, что такие дети есть, и люди такие есть. Ну, родители приходится готовить, потому что недавно же был вот этот ролик по телевизору, когда ребенок аутистического спектра должен был выйти из автобуса на своей остановке. Мама его там ждала. Он ехал из школы. Ну, подросток уже достаточно высокенький, что скажем так, да? А толчая какая-то, видимо, в дверях произошла. Он на своей остановке не вышел. Он проехал на одну остановку дальше, вышел и потерялся. То есть вот навыка перейти дорогу, сесть на этот же автобус на другой стороне, на одну остановку вернуться, либо пешком идти туда к маме, но это же время, да? И его побил мужчина рядом, который был с 3-4-летним ребенком. То есть он, видимо, начал, этот подросток, проявлять какие-то навыки, беспокойства. Беспокойства. Не навыки, а признаки. Вот. И получается, что тоже, видимо, где-то крик, видимо, где-то обратил на себя внимание и при этом получил от взрослого. Ведь его реально побили. То есть нам это общество нужно готовить еще к тому, что они, правда, сейчас эти дети есть на улице, они вырастают, они подростки, что-то сглаживается, чему-то мы их реально можем научить, а ведь что-то не сглаживается. И раньше ведь расстройство аутистического спектра к 18 годам, оно же выводилось то в шизофрению, то какие-то другие психиатрические заболевания, именно потому, что, ну, если он не дееспособный, что называется, не может сам себе зарабатывать. Сейчас все такого меньше, но такого диагноза все больше. Ну, вот поэтому и создаются условия для того, чтобы выстраивать коммуникации, чтобы эти дети в дальнейшем могли и работать, и трудоустроиться. Вот как раз один из таких блоков, которые мы сейчас будем реализовывать, это формирование жизненных компетенций. В дальнейшем на профессиональное самоопределение, потому что эти дети вырастут. И куда они пойдут дальше учиться, кем они будут, это очень такая серьезная проблема, которой важно думать уже сейчас. Я хотела обратить внимание на такой, как мне показалось, важный прозвучавший аспект про то, что когда дети с расстройством аутистического спектра занимаются вместе с нормотипическими детьми, у нормотипических детей развивается тот самый эмоциональный интеллект. При том, что сейчас мы все испытываем трудности эмоционального реагирования, и мы некоторым образом специально отгораживаемся, чтобы не тратить ресурсы. Думаю, что в этом... Как это слово? Спасение, да? Думаю, что в этом спасение. Оно оказывается не спасение. Вчера просто проводила мероприятие с педагогами по поводу, какие реакции подростков, молодежи вызывают у вас опасения. Первый признак, который был назван, это эмоциональная отчужденность. Совершенно верно. Когда каждый сидит у своего компьютера. Да, и не знаешь, как ребенок вообще реагирует. Вот, может быть, больше мы приобретем, если среди нас будут вот разные дети, разные люди, и мы начнем реагировать. И когда дети включаются, они начинают и лучше себя понимать. Это вот как раз вопрос о том, как организовать грамотно образовательную среду, для того, чтобы все приобретали только. И, ну, как бы мы становимся более, как сказать, более чувствительными, более развесными. Открытыми. От точки зрения иногда хочется аутистам даже позавидовать, потому что иногда хочется сказать нет, но какой-то, наоборот, наше воспитание, наше это не позволяет это сделать. Ты думаешь, нет, а вот он же может, он для себя точно знает, что для него это нет, и он спокойно это нет произносит, и понимает, что сейчас он точно этого делать не будет. То есть здесь тоже есть, чему у них поучиться. Поучиться, да. Главное понять. Вот если один ребенок в спорте, у меня есть такой опыт интересный, когда у детей очень хорошие художественные творческие способности. И вот есть детки, которые уже сейчас на выставках свои работы выставляют, они не говорящие, то есть они не могут коммуницировать, используя, ну, вербальную речь. Но они своим рисунком, то есть и у них хорошие педагоги вот оказались, да, опять же, проблема найти специалиста, который бы работал с таким ребенком. И эти дети выставляют картины свои, произведения, то есть, ну, искусство уже, можно сказать. Но если детей с расстройством аутистического спектра, мы достаточно легко выводим на да, нет, это двоичная система, ноль, один, они очень хорошо работают в IT-технологиях, один на один с компьютером, и они, правда, делают какие-то иногда гениальные вещи. Недаром про того же Эйнштейна не поймешь, то ли это аутистический, то ли на тот момент шизофренический, получается, что гениальное открытие, правда, очень часто делают особенные люди, чтобы вырваться вот за границы какой-то нормы, чтобы изобрести что-то такое сверхъестественное. Поэтому опять этих детей просто нужно любить, понимать, вдруг они такие же гении. И искать, в какое именно место может пойти вот эта вот... Да, изюминку. Да, вот этот вот интерес. Да, отсутствие нормы и в какой именно реку он приплывет. Малыши, которые пришли в первый класс, любят заниматься съемками. Они прям ролики делают. И мы вот один, да, очень любят выступать, то есть у него есть театральные способности, вот они планируют в театральный кружок пойти, у нас в Чузе есть для детей с УВЗ группа. Здорово, то есть что у них сейчас есть возможность, и они в этой среде только развиваются, только обогащаются. И у них ведь другое восприятие мира, и когда они учатся нам это показывать, мы же начинаем думать, а неужели мир такой? Да? И вот опять же точка роста для нас. Мне вообще нравится, что вот эти разговоры и вообще позиции или политика государства о том, что среди нас разные люди и не норматипические, приводят нас к тому, что вообще-то среди нас считающихся норматипичными людей, очень много людей, которые вообще мало похожи на... И что такое вообще условная вот эта вот норма, да? И хороша ли она вообще вот эта норма? Когда нас учили, нам говорили, вот середина норма, а что такое норма? Это скукотень невероятная, да? Немножко в сторону, уже человекоиндивидуальность какая-то проявляется. Это же по юнгу. Экстраверсия, интроверсия. Ладно, есть серединка амбовертированности, но ведь глубокая интровертированность, тогда можно считать, что у нас одна треть населения с расстройством аутистического спектра. Глубокая интровертива. то есть мы не назовем ее настоящим аутизмом, но элементы у нас, наверное, у многих эти есть, когда хочется уединиться, хотя бы иногда с одеялом, с чашечкой кофе, с теплым пледом. И наоборот, если мы встречаемся в жизни с крайней выражением формы экстравертированности, то, боже мой, можно подальше держаться от этого человека. Учителю-экстраверту иногда бывает очень тяжело с медленным ребенком. То есть это же не проблема ребенка, это проблема учителя. Это он очень быстрый. Он хочет в 45 минут быстро получить какие-то результаты. А тот делает, да, чуть меньше, чуть медленнее, в каком-то своем. Но, с другой стороны, может быть, более качественно. Ведь из норматипичных детей есть, которые не могут так бегом бежать. Есть, которые учатся на 5, есть, которые учатся на 4, есть, которые учатся на 3. Вот, опять же, и это нормально же, да, не могут все люди учиться только на 5. У кого-то развитый способ, он обучается музыке, да, обычный ребенок. Кто-то занимается спортом. Это нормальная ситуация, что у нас у всех разные интересы, поэтому мы и с друг другом-то и взаимодействуем, взаимодействуем. Я была в Улан-Удэ, там эти датсаны буддийские, и они говорят, что как раз норма типичная, мы на 8 лет на обучение на монаха, скорее всего, и не возьмем. А что-то похоже на расстройство аутистического спектра, особенно если у него есть тереотипия. Вот это, говорит, как раз наше, что он будет целый день сидеть и делать одно движение. Мы, говорит, обычному ребенку никогда этому не научим. А этот целый день сидит в колотушку бьет, этот целый день сидит в поклоны бьет, и для него это нормально. Он не визжит, он не протестует, у него нет истерики по поводу этого. То есть вот опять надо просто способить найти, куда даже стереотипию ребенка применить. Мы в прошлой передаче говорили, что главное найти изюминку вот у этого ребенка. То, в чем он будет эффективен. Проблема-то то, что бывает очень сложно найти интерес этого ребенка, особенно с расстройством аутистического спектра, потому что у нас есть иллюзорное представление, как должно быть, а этот ребенок в нашей границе или в наше представление никак не вкладывается. И тогда мы никак не можем найти подход к нему, и все, тогда мы уже, у него очень много может возникнуть нежелательного поведения. И вот опять же, разговаривая с мамами детишек 41-й школы, они говорят, знаете, возник вопрос. Сначала почему дан, а потом, так этого блага. У меня такого нет. Я задумалась о себе и задумалась о том, как выстроить отношения со своим ребенком. Вот как раз вот это провзаимодействие со своим собственным ребенком. В магазине большой супермаркет, много звуков, много света, мельканий, много запахов из разных кафешек. И вот этот ребенок, который падает на пол и начинает стучать ножками, ручками, начинает визжать, как будто чего-то требуя. И вот эта мудрая мама, которая, видимо, знает что-то про этого ребенка, она ему прикрывает глазки, она забирает его на руки, она просто выносит его из этого магазина. И вот я тогда тоже поняла, что наверняка есть какое-то расстройство аутистического спектра. То есть произошел перегруз зрительного восприятия, слухового восприятия, да, вот еще вот этого обонятия, потому что очень много разных было запахов. И мама знала о том, что такое у ребенка может быть, что это не эпилепсия, что это не истерика, там что-то купить. То есть надо очень хорошо знать своего ребенка. Ты же вместе с ним живешь, вместе с ним растешь, за ним наблюдаешь, его понимаешь и знаешь, как ему помочь. Ну, как раз в пример того, что и многие норматипичные дети от перегруза вечером иногда так начинают дома беситься и реагировать, что родители начинают их ругать, наказывать. Это свойственно всем нам, когда у нас происходит перегруз. Потому что мы перегружены тоже в это время. Но, опять же, и дети с норматипичными, родители с норматипичными, сами даже иногда не знают, как помочь своему ребенку, но они могут ему наказать, приказать, и тогда он, ну, как будто бы затих. Но ничего никуда не ушло. И тесто из-под пресса, оно вылезает больше. Если вы зажали дома, он будет наутро больше беситься в детском саду либо в школе. Конечно. Это очень жесткий учитель. Вы зажали в школе, он, получается, дома будет выплескать, где-то беситься больше дома. И вот здесь вот опять найти эту золотую середину. Но дети с аутистическим спектром, они проявляют здесь и сейчас, и мы им более, ну, как бы, грамотнее можем подсказать, помочь. Достоверное реагирование, да? Более достоверное реагирование. И если специалисты понимают, и мама, самое главное, понимает, где она перегрузила своего ребенка, да? Или, например, ну, ну, что-то пошло не так. Бывает, они растут, у них новые привязанности образуются, да? Интересы новые формируются. Иногда родители, ну, не обратили на какое-то внимание, да? Вот на какой-то там деталь. И вот у ребенка раз и застрял. Они начинают анализировать. А почему это произошло? Ну, хорошо, если анализируют, потому что у нас же есть, у детей с расстройством аутистического спектра еще и привязанность к какой-то еде, к какой-то одежде. А родители ведь заставляют есть. Это надо, это там каша каждое утро, он уже каждое утро виск, что именно ее не будет, он будет какой-нибудь пудинг, пудинга не дают. Он там, значит, что он вообще снимать эту футболку не будет и будет только в ней. А опять же, через силу, через крик же только все. И крича же уже родители больше, да? Непонятно иногда, у кого больше этого спектра. Поэтому мы очень часто сейчас как раз жизненные компетенции, такой есть там вопрос, когда мы разговариваем с родителями, альтернатива выбора ребенка и родителя. И возникает о том, что они об этом даже никогда не задумывались. Вот мы говорим, беседуя с родителями, так вот поле для взаимодействия. Выбор без выбора. Дайте ему две разные каши. Пускай он выберет то, что будет он. Да, да, да. Вроде бы для вас это сложнее, да? Это надо свое творческое мышление каждый раз включать. Но тут нужно обратить внимание, если мы говорим о родителе, что получается два выбора, ну, опять-таки, да, два выбора есть у родителей. Либо они остальются в позиции страусиной, вот этой голова, в песок, я ничего не вижу, а разве он, а это разве не нормально, если он до шести часов, до шести лет не разговаривает, а что тут такого, да? Либо они в ранний сензитивный период все-таки замечают и успевают что-то изменить. И что важно, вот вы сейчас очень хорошо, ну, мне кажется, обратили внимание, что когда родители задают себе вопрос не почему, не за что, а для чего у него происходит внутренние изменения, в том числе и жизненных каких-то стратегий и паттернов, которые имеют отношение и реализуются в других аспектах жизни и, собственно, являются таким этапом к развитию личности вообще, духовной, ментальной и так далее, эмоциональной в том числе. Ну, получается, что действительно, как говорят, вот если что-то человеку дается, то дается не почему-то, не за что-то, а для чего-то. И это не зависит от расстройства аутистического спектра. Может быть, это на этом месте, может быть, что угодно. Но я обратила внимание еще на одну вещь. Вы когда говорили про ребенка нормы типического, вы сказали, он избалован и при этом сказали, что он педагогически запущен. И вот на это я акцентирую внимание, потому что все привыкли к тому, что, ну, большинство, да, про всех не будем говорить, что запущенный педагогический ребенок, это ребенок из социально неблагополучной семьи, там, неполной, там, с пьющими родителями и так далее. Ничего подобного, товарищи. Социально запущенный ребенок, это лучше вам сказать, что такое педагогическая запущенность. Это может быть из достаточно обеспеченной семьи, но не обеспеченной эмоционально, не обеспеченной коммуникативной, не обеспеченной душевной теплотой какой-то. Я вижу, как современные родители взаимодействуют со своими детьми. Дети сами по себе, родители в телефонах сидят. И что происходит, как развивается ребенок, родители даже не видят. Какой интерес ребенка, что важно, каким образом выстраивать отношения. Какие? Когда ребенок приходит в первый класс, нормотипичные родители тоже задумываются о том, что вот ребенка отдал в первый класс, а у нас изменилось отношение к ребенку, у нас децентрическое отношение. Вот я его родил, и кто-то мне должен его обучать и его воспитывать. И услуги оказывать. Оказывается, я заплатил деньги, в кружок отдал, они там работают. Я заплатил за детский сад, пусть они там работают. А следующий этап, я в школу отдал, пусть они работают. А когда же я, педагогически запущенный ребенок, это не только педагоги, это родители прежде всего. Если родители не выстроили взаимодействие и коммуникации со своим ребенком, педагог, увы, не поможет. Педагог, он выстроит отношения, но ребенок вернется в среду семьи, и эти проблемы останутся там. Тогда, наверное, нужно здесь сказать про семь познавательных процессов, которые должны быть более-менее развиты у ребенка к началу школьного периода, и то, что родители легко могут заметить и отследить, есть это у ребенка или нет. То есть мы начнем с ощущений внутренних, бессознательных, может ли ребенок показать, где у него там что болит, вот этот дискомфорт, и слышат ли это родители. Восприятие, то есть вербализует ли ребенок, где у него болит, не только показывает, да, и опять-таки, услышали, узнали ли это место, анатомию учили взрослые, пока еще они ребенок, поэтому восприятие, опять-таки, ложится на плечи родителей. Если хорошо развито восприятие, на это, оказывается, нужно обратить внимание, и важно, на что ребенок обращает внимание, что ребенок любит, знают ли это родители, на что ребенок обращает внимание. Если хорошо развито внимание, то, что попало в наше внимание, только попадает в нашу память. Тогда мы проверяем, насколько память у ребенка развита, и что он помнит, что он не помнит, и родители тоже, в принципе, должны знать, что знает их ребенок, что помнит их ребенок. Это важно, хотя бы с этим же адресом, именем, откликается. Тут же мультфильм посмотрел и спросил, а какие там герои-то были интересные, или спектакль в детском саду. Отличные. Если память у ребёнка есть, это уже аналитическое пошло дальше мышление, то, что с мультфильмом мы говорим, это уже мышление, то есть продуктивное, непродуктивное, и тогда мышление должно быть ещё с воображением. То, что очень сложно как раз у детей с расстройством аутистического спектра. Мы можем сказать, что мышление у многих, там интеллект у них может быть выше среднего, а воображения, например, нет. Ну, у некоторых. А некоторые, например, рисуют, как мы говорили, что воображение развито хорошо. И последнее, седьмое, это речь. Вот это прям надстройка. И если речи нет, мы можем понимать, что на предыдущих этапах, значит, где-то были какие-то нарушения, значит, надо бить тревогу, особенно к двум-трём годам, когда ребёнок уже должен говорить, по сути. В завершении нашей программы я хотела бы подвести итог. Вот вы знаете, как бы мы ни хотели, мы всё время возвращаемся к тому, что все вот эти признаки можно увидеть только в том случае, если родитель со своим ребёнком общается. И вот эта вот инфантильность того, что я родил ребёнок, и ты, вы, пожалуйста, дальше им занимаетесь, не, ребят, не прокатит. Потому что есть закон про то, что, по-моему, недостаточная забота, что ли, как это звучит? Вот этот вот... Есть такое, да. Есть какие-то инструментарии, которые, в принципе, если человеку недостаточная... Ненадлежащие воспитания. Вот, ненадлежащая забота, ненадлежащие воспитания или ещё, может быть, круче. Есть какие-то инструменты, которые могут, наверное, привести родителя, так сказать, в сознание, но это не самый лучший вариант решения вопроса. Тогда интернаты, тогда уже лишение родительских трав, тогда более сложная ситуация. Это сложно, это страшно, и самое удивительное, что, как вы говорили о том, что были раньше наши представления о том, что в неблагополучной семье это те. Сталкиваемся сейчас с такими фактами. Благополучные семьи, родители обеспеченные, говорят о том, что возьмите моего ребёнка в подростковом возрасте, я не справляюсь с ним с обязанностями, в приют. Да? Вот. Это страшно. Либо дети бегут с таких семей. В таких семей бегут. Вот это как раз вопрос о том, что я так запустил эту ситуацию, что ребёнок-то просигнализирует в любом случае. Но только это не в дошкольном, там, не в начальной школе, а в подростковом возрасте это произойдёт. Ну, у нас... Так, опять тема про любовь. Да, тема про любовь и про запущенность тоже. Я рада, что мы, наконец, как мне кажется, вот из этого какой-то глобального провала вылезаем, и мы начинаем обращать внимание на детей, благодаря вот тому, что у нас есть такие специалисты, у нас появились такие школы, такие детские сады. И это очень сильно наполняет... Вот меня сейчас наполнило и надеждой, и любовью к тому, чем вы занимаетесь. А для зрителей я ещё раз обращу внимание на то, что на эту программу приходят гости экспертного уровня, и мы находимся под защитой их экспертных знаний, как под парашютом. Спасибо большое за внимание. Встретимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok